я тоже хочу что-то сказать можно или вы уже все устали кто еще воспринимает что-то информацию воспринимать кто не воспринимает один человек не воспринимает ну по крайней мере данил это честно благодарю за честность да но я все равно скажу конечно знаете тема нашего сегодняшнего дня это еврейство и нам нужно подвести определенный итог тому что мы говорили утром к тому что александр говорил в обед и еще один дорогой брат александр говорил сейчас я хочу открыть одну из самых ну наверное для меня важных книг в писании эта книга руфь все вы прекрасно эту книгу знаете читали я хотел бы очень коротко показать всего один момент из этой книги я попрошу вас откройте со мной книгу руд ну руфь в русской руд в оригинале и я хотел бы чтобы вы открыли для себя кое-что ну и записывали кое-что вы помните предысторию что в земле израиля в конце периода судей разыгрались катаклизмы засуха и определенная семья уходя из израиля из-за голода они перешли в землю соседнего народа маавитян маавитяне муав и там получается отец мать и два сына сыновья умирают они женились на маавитских девушках одну из них звали орфа а другую руфь жили там около десяти лет но потом и оба сына ее махлон и ли он умерли и остались та женщина после обоих сыновей и после мужа своего вдова без обоих сыновей у нее только остались две невестки и она понимает что больше в этой земле ловить ничего надо возвращаться была народом из города вифлеем или байтлахэм до дом хлеба и она возвращается назад она говорит со своими невестками очень честно на имя сказала двум снахам своим пойдите возвратитесь каждая в дом матери своей да сотворит господь с вами милость как вы поступили с умершими и со мной да даст вам господь чтобы вы нашли пристанище каждая в доме мужа своего и поцеловала их и они подняли вопали плакали то есть десять лет они прожили вместе и наступил момент трагические события и муж умер и умерли ее сыновья и она представляете мать без сыновей без внуков судя по всему внуков не было без мужа здесь ничего нет десять лет дома ее не было и там ничего нет вы знаете это не не сложно понять если себе представить как наши люди уезжают за границу отсюда туда попробуйте побыть в италии десять лет а потом вернитесь многие люди сейчас жили у нас до в испании мы были этим летом в испании и они говорят огромное количество наших соплеменников с молдовы украины белоруссии уехали назад прожили по десять лет по двенадцать лет но из-за того что кризис пришел ситуация как в писании один в один тут было плохо туда уехали и там стало плохо а приехали назад не то что лучше не стало а ничего же нет друзей нет родные близкие кто уехал сам кто умер кто потерялся и люди приезжают после такого срока назад на голое место и вот она оказалась в таком в такой ситуации наимень оказалась такой ситуации и она смотрите она целует их фактически то что она им говорит она благословляет их да благословит вас господь чтобы вы нашли покой в доме ваших мужей что были у вас семьи она их отпускает по полной программе они плачут видя ее сердце и она прощается потому что видимо они были дороги и сказали нет мы с тобой возвратимся к народу твоему наимень сказала возвратитесь дочери мои зачем вам идти со мной разве есть еще у меня сыновья в моем чреве которые были бы вам мужьями возвратитесь дочери мои пойдите ибо я уже стара чтобы быть замужем да если бы и сказала есть мне еще надежда и даже если бы сию же ночь была была с мужем и потом родила сыновей то можно ли вам ждать пока не выросли можно ли вам медлить и не выходить замуж нет дочери мы я весьма сокрушается вас ибо рука господня постигла меня она их называет дочерями да они подняли вопль и опять стали плакать и орфа простилась со свекрой своей аруфь осталась с ней наимень сказала руфе вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам возвратись и ты вслед за невесткой своей наруфь сказала не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя но куда ты пойдешь туда и я пойду и где ты будешь жить там и я буду жить народ твой будет моим народом и твой бог моим богом и где ты умрешь там и я умру и погребена буду пусть то-то и то-то сделает господь и еще больше сделает смерть одна разлучит меня с тобой наимень видя что она твердо решилась идти с ней перестала уговаривать ее и шли обе они да коли не пришли вифлеем когда пришли вифлеем весь город пришел в движение от них и говорили это наимень вы знаете одна из ее невесток оказалась твердой она сказала я не уйду от тебя я не уйду от тебя куда ты пойдешь и я пойду где будешь жить и я буду жить твой народ будет моим народом а твой бог будет моим богом вы знаете эти слова на тысячелетия и пример руфи он стал на тысячелетия примером посвящения примером посвящения в любви а эта женщина моя витянка она далека от понимания возможно представлений о народе в котором ей предстояло жить но из-за своей привязанности к наимине из-за своей любви к своей свекрови она пошла туда и совершила это уникальное посвящение вы знаете что это еврейс это не еврейская это моавицкая женщина стала если вы знаете немножко писания стала прабабкой царя давида и она вошла в родословную царя Ишуа она вошла и упоминается в родословной Ишуа перечисляются мужчины но там есть и несколько женщин и они язычницы и эта женщина она открыла определенный секрет посвящения что в любви мы можем перешагивать те препятствия которые для обычных людей это препятствия для мирских людей это препятствия но для людей которые живут в любви они умеют и учатся перешагивать те препятствия которые мешают всем остальным проявлять любовь перешагивать отговорки вы можете себе представить они пришли в Вифлеем и написано весь Вифлеем пришел в движение от них что мало женщин приходило в Вифлеем мало путников там было нет Вифлеем это не был какой-то город неизвестно где маленькая деревня в которую раз в год заходили люди туда полно людей приходило и две эти женщины вошли написано весь Вифлеем пришел в движение от них в связи с чем пришел вот это движение ну во первых попробуйте себе представить Руфь которая собралась уходить с одной стороны есть ее семья ее родня отцы матери окружение возможно друзья детства подожди Руфь куда ты идешь какой еврейский народ о чем ты говоришь ты вообще мавитянка и она когда пришла в Израиль кто она там никто она язычница одна из этих девушек вернулась к своим богам вторая сказала нет это пример того как церковь из народов как верующие из разных народов могут с сердцем своим прилепиться и к Богу и к народу Израиля послушайте подвиг подвиг этой женщины он записан в Священном Писании Духом Святым для нас с вами чтобы нам с вами помочь понять что возможно посвящение которое побеждает национальные разделения посвящение которое просто разрушает разрушает религиозные твердыни как с одной стороны так и с другой от них пришли все в это движение потому что понимали что этой маовитской женщине ей пришлось оставить не только своих знакомых а ценности наши маовитские ты больше все не маовитянка извините друзья мои скажите пожалуйста уже Александр об этом говорил сегодня неужели никого из вас не спрашивали что это ты там теперь надумал евреем стать да а как же наше родное там не знаю такое сякое а как же с этим быть этот вопрос время от времени будет вставать и я хочу вам сказать одну вещь запомните пример Руфи свое сердце храните от того чтобы какие-то разговоры людей какие-то знаете иногда атаки врага пытая попытались бы вас смутить что это мы делаем чем это мы занимаемся чего это мы в еврейской общине я вам хочу помочь сегодня увидеть одну вещь как очень несложно можно научиться посвятить себя служению израилю посмотрите что говорит руфь она отвечает на имени и говорит такие слова 16 стих не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя но куда ты пойдешь туда и я пойду где ты будешь жить там и я буду жить народ твой будет моим народом твой бог моим богом она шла от душевной связи с человеком от душевной связи со своей свекровью она шла и эта связь ее привела к связи с народом израиля и потом к связи с богом израиля от одного человека от одной женщины на имени она она сказала я посвящаю себя служению народу прилепляюсь к народу и потом к богу и вы знаете для многих людей это достаточно сложный путь в чем может быть у вас нету такого хорошего примера как на имени может быть у вас нету такого такой дружбы с какими-то еврейскими семьями или такого достойного примера я сегодня утром говорил да как есть такая пословица евреи такие же люди как и все только чуть чуть больше и иногда мы можем увидеть и благословенных евреев наших дорогих можем увидеть и таких которым язык не повернется сказать что они благословенны ну я знаю и наверное вам не стоит много рассказывать о том что есть еврейская мафия траляля как есть итальянская молдавская какая угодно да есть все не надо идеализировать еврейский народ но есть бог который совершит свою работу с израилем я вам хочу помочь увидеть то как можно прилепить свое сердце в этом служении по-настоящему посвятить себя не менее пламенно чем руф если до этого у вас были некоторые трудности я попрошу вас откройте вместе со мной послание эфесянам вторую главу послание эфесянам вторая глава я собственно говоря буду заканчивать давайте прочитаем с двенадцатого стиха можно сказать давайте с одиннадцатого и так помните что вы некогда язычники по плоти которых называли обрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием совершаемым руками что вы были в то время без мессии отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире а теперь в мессии и шо вы бывшие некогда далеко стали близки кровью мессии ибо он есть мир наш соделавший из обоих одной разрушивший стоявшую посреди преграду упразднив вражду плотью своей а закон заповедей учением чтобы из двух создать себе самому одного нового человека в одном теле примирить обоих кого евреев и народы примирить обоих с Богом посредством креста убив вражду на нем то есть традиционно состояние между народом и между еврейским народом и народами исторически можно было описать одним словом вражда вражда вы можете в новом завете увидеть удивление учеников когда еще служит например женщине у колодца она из самарян они удивились как это так он с самарянкой общается вы можете видеть удивление когда еще изгоняет беса из женщины из дочери женщины серафиникиянки вы можете видеть когда сам еще говорит нехорошо взять хлеб и бросить его псам но эта женщина смиряется говорит да но даже псы едят крошки со стола господь вы должны понять в древнем мире в прежнем первом завете в завете моисея отношения между народами и израилем можно описать словом вражда не потому что евреи так изобрели бог отделил чтобы израиль минимально соприкасался с язычеством чтобы минимально растворялись или как-то соприкасались с идолопоклонством бог отделил и сказал не сообщаться это не то что люди придумали и это состояние вражды было обоюдным народы не любили израиль израиль не любил народы так было и писание говорит что в ешуа он разрушил стоявшую между израилем и народами преграду и уничтожил вражду и послушайте здесь включается самого самого разного рода вражда вражда на экономической почве на национальной почве на религиозной почве на любой почве господь был распят зато одна из функций искупления заключается в том чтобы соединить вместе в самом миссии народы и израиль для единого радостного служения богу но более того если если в случае с на и сны с руфе и наиминь как я сказал руф шла таким образом душевная связь и родственная с наименью оттуда к народу и от народа к богу то в ситуации в новом завете любой верующий в ешуа в иисуса христа он приходит к богу к богу израиля хотим мы или нет и любой верующий настоящий живой верующий рожденный свыше из любой конфессии друзья он является поклонником бога израиля и спасен он через мессию помазанного царя израиля и если у вас были трудности с пониманием а как же я могу сам ну как то вот полюбить приблизиться по-настоящему как руфь начать служить еврейскому народу послушайте бог нам дал удивительный путь когда мы сначала прилепляемся к богу и с божьей помощью мы можем отождествить себя с народом и с отдельными конкретными персональными людьми в случае с руфью отдельный человек народ бог в нашем случае бог с богом мы разрушаем вражду которая когда-то где-то нас отталкивала от израиля с богом мы отказываемся от того что мешало нам приблизиться полюбить открыться для народа и потом для не только для народа в целом любим израиль да любим израиль легко говорить на словах любим израиль а найти таких как та же наиминь вдова без сыновей нуждающиеся понимаете один завет он показал тот путь которым руфь прилепилась к богу через израиль а в нашем случае у нас все может произойти гораздо проще мы из разных народов люди прилепились к богу получили спасение и дальше в послании эфесянам написано 18 стих потому что через него через ешуа и те и другие имеем доступ к отцу в одном духе теперь мы с вами с помощью божьей не просто с помощью человеческих эмоций и каких-то симпатий но с помощью духа святого можем действительно погрузиться в служение еврейскому народу не на основании каких-то внешних привлекательных вещей но на основании служения духа святого на основании той любви божией которую он открывает бог любит абсолютно каждого человека бог любит абсолютно каждого грешника каждый народ но наступает и наступило пророческое время когда бог говорит друзья так замечательно что есть сильная мощная церковь из народов но пора и наимине вернуться в бейтлахэм пора и этой овдовевшей вернее этой вдове да которая собственно говоря прообраз Израиля которая где-то там была далеко вдалеке от своей родины вдалеке вдалеке от дома хлеба бейтлахэм это город царя Давида это город Иешуа а оба были оттуда родом и бейтлахэм это прообраз определенный самого Израиля и бог говорит друзья вы можете с моей помощью теперь подобно Руфи на основании ее примера с помощью и помазанием силы Божией и Духа Святого служить с искренним сердцем без всяких комплексов моему народу давайте мы поднимемся Божие Отец мы сегодня говорили о разных аспектах еврейского служения еврейства я знаю я знаю что у тебя очень много есть на эту тему и мы не можем этого хватить за несколько часов но я очень прошу тебя во имя Иешуа помоги нам сегодня принять в свое сердце пример Руфи Господь помоги нам принять этот путь что через знакомство лично с тобой мы можем открываться для служения и твоему народу служения последнего времени Боже я молюсь и прошу тебя в это время по милости своей и по любви Господь действуй в наших сердцах избавляя от комплексов от остатков любого рода вражды которая может разделять нас и Израиль в наших сердцах Господь пусть приходят эти изменения в наши сердца и в наших сердцах пусть происходит переворот переворот твоей любви чтобы прилепившись к тебе Бог наш мы понимали что ты хочешь творить что-то особенное и в Израиле и для Израиля спасибо тебе святой Господь мы просим тебя благослови нас в конце этого дня благослови нас чтобы мы освобожденные и очищенные Господь без иллюзий без глупой романтики относительно служения еврейского народа но с любовью Божьей Господь могли идти вперед и достигать делами словами Господь примером достигать твоих детей которых ты ждешь во имя Ишуа ты сказал в своем слове что если даже ветви из народов люди из разных народов они привились к этой израильской еврейской маслине то тем более те привьются на свою маслину отец и мы просим тебя сделай нас теми с чьей помощью Израиль будет возвращаться и прививаться на свое место господь я прошу тебя сделай нас теми людьми через которых твой дух начнет прививать назад обломленные ветви во имя Ишуа отец мы просим тебя используй нас для этого для твоей славы для благовестия открывай эту мудрость во имя Ишуа который говорил Александр Божий мы просим тебя открывай эту мудрость в нас Господь мы просим тебя отец во имя Ишуа я не знаю друзья чего вы ждете может быть вы не совсем уверены что вам надо молиться в этом направлении может быть у нас вообще не так все хорошо с этим служением что у нас просто евреи в очередь стоят в общину попасть так я вам открою маленький секрет нет еще не стоят вот и это значит друзья что нам точно есть куда расти нам точно есть что в своем сердце принести пред лицо Бога искать Господь я думаю что вот эти вещи мешают мне посвятить себя осознанному здоровью травому полноценному служению еврейскому народу независимо от того из какого я народа вы знаете никто не собирается похищать вашу национальную идентификацию никто не собирается говорить что если еврейский народ нуждается в служении то остальные не нуждаются нет но у Бога есть порядок у Бога есть порядок и поэтому я думаю что сейчас есть смысл точно задать себе вопрос а что собственно говоря мне мешает сейчас возможно молиться я сейчас не говорю о гостях гости сами как бы себе думают что им думается я сейчас больше говорю к общине я именно говорю к общине друзья если мы с вами чего-то в своей жизни решением посвящением не переломим мы по-прежнему будем смотреть на Израиль снаружи и говорить это их это они еврейский народ в киевской общине замечательный брат старейшина который однажды мне преподал одной фразой очень хороший полезный урок он хороший такой большой дядя я вам рассказывал о нем да зовут его Андрей и он вышел как-то однажды он так в простоте в начале служения он сказал такие слова мы будем молиться сейчас за еврейский народ за наш народ я не еврей но еврейский народ мой народ он говорит я не еврей но еврейский народ мой народ почему потому что я знаю что этот народ есть в сердце Бога понимаете и сейчас я хочу чтобы может быть мы помолились я просто молюсь и я чувствую что есть определенная такая как бы пробуксовочка я знаю что есть смысл заглянуть поглубже в свое сердце еще раз никто не решает вас того какому народу принадлежите обычаи традиции одно надо проверять это все в соответствии с Библией так же как еврейские традиции нуждаются в проверке писанием так и уклад нашей жизни повседневной точно так же нуждается в этом но покуда мы находимся Богом определенные в мессианской общине в еврейской мессианской общине перед нами всегда будет стоять этот вопрос и вы знаете может быть сегодня вы не получили всех ответов я это совершенно не исключаю может быть вам есть о чем подумать слава Богу но требуется и определенная доля веры для того чтобы начать подчиняться и послушаться Богу и Его слову и без этого послушания мы с вами далеко не сможем пройти для того чтобы гореть Духом Святым в этом служении для того чтобы действительно не оставаться в тупике после того как первый возможно первый еврей которого ты встретишь он вместо покаяния скажет далекий адрес куда тебе идти и чтобы после этого не загрустить чтобы разгореться ревностью о спасении Израиля все равно нам с вами нужно совершать свое посвящение аминь отец боже как твоя община мы перед твоим лицом что ты нам сегодня указал говорить я верю это было тебя и я верю что мы говорили я очень прошу тебя чтобы в наши сердца вливалась твоя любовь и сострадание та любовь и сострадание которую ты явил нам евреям и не евреям любовь которая нас привела к покаянию так боже я прошу тебя помоги помоги и нам не зацикливать на себе поток твоей любви и милости а через себя пропуская обращать его к не спасенным во-первых евреям потом и элина отец небесный по милости твоей я прошу тебя помоги нам честно заглянуть в свое сердце и задать себе вопрос что мешает пугает раздражает не дает быть постоянным и посвященным в служении израилю я прошу тебя помоги нам разобравшись с этим покаяться и принять то посвящение которое ты нам показываешь в лице Руфи спасибо тебе дух святой слава тебе отец во имя аминь аминь аминь